Сейчас будет произведена попытка героической записи обзора моего тендера, но, наверное, все-таки это будет обзор по истечению четырех или пяти лет владения, но по большей части основные работы были сделаны в этом году. Итак, в этом году за зиму и до весны в него было вложено 120 тысяч рублей. Изначально я его вообще почему-то меня в очередной раз начало все раздражать и я его хотел продать, но потом меня отпустило и я решил его не продавать, в связи с чем собственно и пишется это видео. Не знаю даже с чего начать рассказывать про него, потому что этот мотоцикл для меня был в воплощении мечты, наверное, потому что было вот это вот все там ралли не ралли 90-х 80-х годов там, когда были настоящие олдовые мотоциклы и Тенери на тот момент, когда он вышел в 2008 году или он раньше вышел нет по моему восьмой год самый первый год выпуска честно говоря уже не помню и они стояли на одной ступени с КТМ 640 Adventure и вот эти мотоциклы на самом деле для меня до сих пор остаются лучшим воплощением раллийного мотоцикла в дорожной версии в современной реальности. Не будем говорить о старых Тенери и прочих старых мотоциклов, которые реальные из 90-х, а будем говорить о чем-то, ну, более-менее современном по меркам России, а в России все, чему нет 20 лет, это современное, как мы знаем. Ну так вот, собственно, не будем затягивать, буду рассказывать по тому, что проделано с этим мотоциклом не только за этот год, а вообще в принципе. И какие доработки были внесены за эти 4-5 лет владения, ну и за этот год в частности. Этот год, наверное, был самым таким хардовым из того, что я делал. Итак, первое, о чем хочется сказать. В пределах разумного на этот мотоцикл больше нельзя остановить никакого тюнинга, который есть вообще в принципе. Потому что здесь есть вещи, которых нет даже, ну, что называется, во всем мире, потому что они сделаны в единичном экземпляре в Москве Сашей Шмидтом. По очень-очень-очень большим моим просьбам. И для него это совсем было неинтересно и невыгодно, потому что такие вещи заказывает только один идиот, и этот идиот, наверное, я и больше никто. Ну, ладно, начнем. Первое, что на нем есть, это вот этот замечательный дополнительный дефлектор Touratech. Далее у Саши Шмидта сделано крепление под навигатором. По рулю установлена защита рук, обычная, как бы, ничего особенного, китайская, не китайская, но я знаю, что у нее алюминиевая основа хорошая, она держит удар. Зеркала от Африки Твин, потому что в родные от Тенери них хера не видно вообще, вот просто их нету. Установлены ряд тумблеров, сделана вот такая вот площадка, то есть это у нас подогрев рук, это дальние дополнительные фары, это ближние дополнительные фары, все это сделано на советских выключателях, смотрится как нельзя олдово и прям рали с рали. По поводу фар, собственно, это старые уже старые фары Флинты, они, ну, их уже, наверное, даже не купить, потому что слишком старая модель, а у нас, как известно, все обновляется очень быстро. Установлено крыло высокое от Хонды XR какого-то там, от 2000 какого-то года, здесь оно, естественно, отпилено, чтобы не цеплял радиатор, и да, у меня есть алюминиевая решетка радиатора, которая была также сделана Сашей Шмидт, также защита выхлопных патрубков, бардачок и защита картера цельно-алюминиевая, это также Шмидт. Установлены армированные шланги 2 в 1, как, в принципе, и должно быть шланги, эти делались также в Москве, наверное, оставлю ссылку, потому что, как называется, честно говоря, не помню, то есть это знакомые через знакомых и так далее. Так как было установлено высокое крыло, вот эти вот оставлять уши ни о чем, мне не очень-то хотелось, поэтому сделал, ну, некое подобие третьей траверсы, не знаю, насколько это работает, не работает, но это цельный пруд, причем какой-то очень легкий, и, ну, почему нет, если да. Далее в этом году были перекрашены диски, как оказалось, передний диск был с трещиной, ну, это, как бы, колеса на Теннере, они такие ни о чем. Задний диск тоже был покрашен, но после недавних событий вся моя покраска пошла по пизде, и, наверное, будет зимой опять ребилд колес, опять я перекрашу обода в какой-нибудь более светлый цвет, потому что что-то этот цвет слишком темный, как мне показалось. Далее установлена защита фары, ну, то есть тут защита на защите, ну, блядь, это уже маразм на самом деле, но оно есть. Что у нас тут еще спереди интересно? Ну, вот так вот шланг проходит, то есть, в принципе, повторена конструкция, фу, родных шлангов, то есть здесь вот этот колдун у нас идет, который там соединяет и делает два в один. Фу, блядь, меня жрут мошки, мы же тут это, типа, поле, деревня, сука. Так, далее, здесь у нас сделал три оригинальных болванки ключа, то есть замок я уже собачке лудил и не один раз, потому что, ну, ямаховские замки, это, блядь, шлак самый-самый низкопробный, наверное, который есть, и поэтому раздрачивает очень быстро замок, и вот это вот постоянно ключом ты вот так вот, блядь, делаешь, ловя алгоритм правильный, чтобы хоть как-то это можно было отловить и запустить мотор. По мотору за все время моего владения, а у нас тут пробег, это самое, там, сколько, 60 с чем-то тысяч, а, нет, 58, ну, 59, 60 тысяч, сделал, собственно, нихуя, нихуя заключается в том, что, как бы сказать-то, по сути, не делал ничего, кроме обслуживания, отворачивалась гайка коленвала три раза, она меня дичайше заебала, сейчас она сидит на лактайте, самым ядреном, все шайбы к хуям выброшены, сидит металл на металл, потому что я заебался каждый раз разбирать эту крышку, сливать антифриз, сливать масло, когда эта тварь опять отворачивается, поэтому сделано все по хардкору. Также в этом году поменена цепь ГРМ, соответственно, все оригинальные прокладки и прочее. Защита цепи, также тюнячка, также Саша Шмидт, накладки защиты рамы Шмидт, защита цепи Шмидт, фу, блядь, меня сейчас ожрут, нахуй. Так, по боковым рамкам это Туратэч быстросъемный, площадка под кофр также Туратэч, багажник, основная часть, это Гусевский из 1200-го, тогда еще Гуся, ну и кофр Зиккейс, как бы, ничего нового. Также в этом году был куплен этот самый оригинальный хвост, потому что когда я купил мотоцикл, номер был где-то вот здесь, то есть все это, блядь, там поворотники болтались туда-сюда, купил оригинальный хвост, поставил маленький номер, и от Ямахи ТВ сделал еще дополнительную эту самую отражатель, потому что как-то не люблю я, когда номер, ну, все заканчивается номером, и он висит в пустоте. О, и сильно жирно-богато, у меня у единственного, наверное, в мире есть защита суппорта, потому что эта защита суппорта ставится на такой же суппорт, но на Ямаху XT660, в продаже этой херни нету, и она мне подвернулась случайно, но чтобы ее установить, ее половину надо установить, половину нахер выпилить, потому что она подходит, ну, она подходит, но не ходит суппорт, и надо, чтобы у суппорта был свободный ход, половину ее просто выпиливать, и там остается прям все тоненько-тоненько-тоненько. Так же, вот он у нас тоже, Саша Шмидта, расширитель лапки, но он это там, зубастый, не зубастый. По мотору, в принципе, ни в форсунку, никуда пока не лазил, да и оно того не требуется, потому что я не знаю, что нужно сделать, чтобы положить этот мотор, потому что пробеги 150-170 тысяч, они совсем не редкие на наших просторах, и, ну, блин, как бы, что говорить. А, вот еще тюнячка от Шмидта, и вот эти вот на рамке крепления под ремни тоже шмидтские. Так, дальше, дальше выхлоп. Что касательно выхлопа, выхлоп это банки с Алика, которые были очень-очень-очень давно куплены, и вот за, наверное, тысяч 20 эксплуатаций абсолютно ничего с ними не случилось, они не разваливаются, не плавится герметик, как ни странно, они у меня стоят со свистками, полностью меня устраивают, охуительно вписываются по дизайну, потому что все углы, вот эти вот банки повторяют, то есть они в общем дизайне Теннере просто охренительно смотрятся. А что касательно самой приемной трубы, вот она у нас идет, вот приемную трубу делал я самостоятельно. Приемная труба, это за основу была взята обычная газелевская труба, и из нее в несколько стыков была сделана вот эта вот трасса. Ну, я такой херней занимаюсь уже не в первый раз на самом деле, поэтому ничего сложного в этом нету, но есть некоторые моменты, сложности там, ну, больше в вопросе подгонки. Хомут также я делал самостоятельно. А, расширитель подножки, также Шмидт, и также у меня есть, как видим, центральная подножка. Что касательно особо больших вложений, большим вложением были пружины, потому что ширковые пружины стоили, по-моему, 24 или 25 тысяч с доставкой. Пружины гиперпро, то есть прогрессивные, естественно. Теперь и в вилке гиперпро, и в заднем амортизаторе также у нас пружины гиперпро. И даже не представляете, насколько изменилась работа подвески. Раньше, когда ты на нем едешь на контррулении, прям шарашишь, то есть резко бросаешь руль, то ты чувствовал, как сначала скручивается вилка, а потом поворачивает мотоцикл. И также она очень сильно проседала, просто до безумия сильно была просадка, вплоть до того, что на боковой подножке у меня мотоцикл уже не стоял. То есть ты его вывешиваешь на подножке, он наклоняется, и вывешивается подвеска. Ты ставишь на подножку, и он так бум, и жопой шлепается, потому что пружины были просевшие, и изначально на Теннере подвеска ужасная, просто ужасная. Она слишком мягкая, она отвратительно работает. Но после установки пружин все изменялось просто кардинальным образом. Можно там было ставить амортизатор, стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3, но я ни хрена не ралист, и мне это не сильно нужно было. И задний амортизатор я перебрал и ограничивал все заменой масла и заменой пружины. И стало просто божественно. Даже не представляете, насколько я, сука, был, блядь, счастлив. С вилкой ровно такая же ситуация. Вилка стала, ну, во-первых, не знаю, из-за пружины, за третий траверс, но она стала жестче на кручение, это реально. Это не самовнушение, это действительно есть. Ну и плюс пружина, наверное, она не так проседает, не так раскачивает, соответственно, момента вот этого скручивания на инерции стало меньше. Кстати, да, гофры также стоят ни хера не мало. Это ProGrip, специально фиолетовенький подбирал. Не знаю, как это все в камере будет показано, но очень заебисто я их подбирал, долго искал. Грипсы стоят сейчас эти две с половиной тысячи. По сиденью, сидельня у меня прямая и также перешита. Зачем прямая? Потому что, ну, я привык ездить на нормальных эндуриках японских, у которых прямое сиденье. И с моим ростом 190 хочется иногда немножко отодвинуться назад. А со ступенчатым сиденьем это невозможно, это раз. Во-вторых, это, ну, ублюдски выглядит ступенчатое сиденье, мне оно никогда не нравилось. И также, также я, блядь, я, я олдскульщик, мне нужен ебучий ремешок. Потому что без ремешка сиденье смотрится, как какая-то длинная непонятная херня. А так, в принципе, все разграничено и аккуратненько, красиво. Но это на вкус и цвет, на мой личный и так далее. То есть никого ни к чему не принуждаю. Что касательно пластика. Ну, блядь, итальянский пластик всегда великолепный. Вот этот пластик, типа, который а-ля пластик, слайдеры и так далее. В общем, это говно от рульфа фиолета начинает выкрашиваться, как китайский садовый стул после, там, нескольких лет эксплуатации. И, ну, вот этот вот серый протезный пластик мне вообще никогда не нравился. И вообще, он был вот этот вот черный на черном, черным погоняет, черные матовые колеса, это пиздец. Ощущение, как будто он вот только из пожара выехал. Ну, мы же дэмщики, там все дела, вот, сделали там, фух, красоту. Ну, в общем-то, в чем суть, пластик весь просто был отмыт. Грубым скотч-брайдом я его прошел, но в целом это не надо было. Хороший праймер. И это обычный мотив-камуфляж бежевый. И смотрится это, ну, мне кажется, охрененно, а там уж судите сами. Краска не скалупывается, не скалывается, но, опять же, надо хороший праймер использовать. Да и всегда это можно перекрасить, как бы, без проблем. Мойку керхером прям под напором, так-то, и жжжжи туда, а нихера не скалывается. И это меня вообще, ну, радует до безумия, потому что я думал, что это все будет облазить, все будет страшно выглядеть и так далее. А, еще сам заметил, забыл уже, установлены проставки руля. От кого? Ну, естественно, от кого? От Шмидта. Также в этом году были куплены два оригинальных рычага тормоза и сцепления, потому что стояли, когда я его купил, китайские, с Алика. И, блядь, это говно. Ну, блядь, мне они не нравились вообще никогда. И, ну, Китай на Тенере нет. Кроме банок. Да, банки охуенные. И мне похуй, кто бы чего не сказал. Вот. Что еще-то? Еще, наверное, много чего, но я даже не помню, что. Наверняка я много-много чего упустил, а может и не упустил. А, ну и вот по поводу шланга заднего. Вот так у нас также проходит армированный задний шланг. То есть, все это сделано крайне и крайне хорошо. Из глобального у меня остаются мертвые тормозные диски. И вот перекрасить обода. И, наверное, в целом, с этим мотоциклом больше никаких глобальных работ не будет. Потому что, ну, например, его там разбирать, пескоструить, все красить. Я пока не вижу смысла, потому что он у меня не в запущенном состоянии. Он не гниет. А какие-то, ну, мелкие коцки, ну, я не знаю, как бы. Не тот еще возраст и состояние у мотоцикла, чтобы таким заморачиваться. Он как бы еще прямо эксплуатируется, эксплуатируется, а не стоит, как многие мои мотоциклы. Ну, вот такие вот вещи меня как бы не сильно смущают. Это как раз, когда он ехал на прицепе. Ну, вот такие вещи на пластике меня тоже не сильно смущают. Как бы, ну, он не восстанавливался в идеал. Поэтому, ну, нет смысла пока по таким вещам заморачиваться. То есть, тут вот есть на раме вот такая вот ржавчинка. Ну, не знаю, есть ли смысл по этому поводу сильно париться. А, также были куплены ножки родные, новые, пассажирские, потому что стояли, сука, ты жака. Не знаю, по каким причинам, но зачем-то они стояли. Еще я сейчас на что-то, на что-то обратил внимание, хотел рассказать. И, естественно, забыл рассказать, потому что вылетело из головы. И что-то это было прям крайне интересно. А, у мотоцикла, когда я его купил, ну, были дуги Туратэч, говно полное. И была отъебана морда. А морда у нас, она сидит на пластиковых креплениях. А у Тенери такая вибрация, что это, ну, пиздец просто, какая вибрация. И пластик трещит по швам, если хотя бы одно крепление было оторвано. А я тогда ездил, не знал. Соответственно, одно оторвное крепление потянуло за собой все другие крепления. Поэтому у нас теперь вот эти вот крепления, это с внутренней стороны металлические пластины вместо пластиковых кронштейнов. Все-таки это жестко на болтах. И, естественно, морда красилась. То есть вот этот вот весь ободочек, он у меня перекрашен. А это тоже как бы деньги. Это 4 рубля я за это отдал. Помимо там всяких креплений, некреплений, мелочевки. Что касательно дуг, то дуги эти делал я очень-очень давно. Ну, наверное, в первый год, как я купил мотоцикл. Дуги таких даже аналогов в мире не существует. То есть это только у меня такие есть и больше ни у кого. У дуг раз, два, три, четыре и пятая между собой. То есть у них пять точек крепления. Я на этих дугах так наебывался, блядь. То есть у меня вот здесь вот снимался пласт земли, он сюда вот набивался. И мотоцикл нихуя абсолютно. То есть его можно, блядь, уронить и похуй идти там за грибочками в лесочек, как бы. Пусть лежит, отдыхает. Ему никаких последствий вообще ни одно падение не несет. Потому что сзади рамки, спереди вот эти вот дуги, которые, ну, я не знаю. Можете кто-нибудь попытаться их погнуть? Ну, я и хер знает, как это сделать. У меня не получилось. То есть дуги тоже сделал, как бы повторял основные линии. Потому что, ну, так должно быть. Должно быть все украсиво. Ой. Наверное, на самом деле, это и все, что я хотел рассказать. И так уже тут 20 минут говорю. А, ну, еще вот, да, не забыл сказать. Подогрев рук стоит. И был тумблер изначально, да, и Тоновский, но он меня заебал. И я его вывел вот сюда вот. Мне так больше нравится. В остальном, на самом деле, кто задумывается о покупке этого мотоцикла, даже не думайте. Даже если у него скручен пробег, ему похую. Этот мотор итальянцы сделали, я не знаю, с каким расчетом. Но для них он экономически абсолютно не выгоден. Потому что он не ломается. Вот он, ну, ну, вот вообще. Он у меня живет в отсечке, каждую передачу. И ему все равно. У него поставлен выхлоп. Думаете, что-то со смесью поменялось? Нихуя! Он не перешивался. Он как работал, так и работает. С ним можно делать что угодно. Он будет работать. Он гремит, блядь. Мотор звенит, как будто он живет последний день. Ну, нет. Он будет ездить, ездить, ездить и ездить. И на этом, я думаю, стоит заканчивать обзор моего Теннера. Пять лет трудов, наверное, стоили того. И, честно говоря, пришло к тому, что все равно это тяжелый мотоцикл. И ездить я на нем буду крайне редко. Но я его не продам. Потому что для меня это стало воплощением моей мечты. Это стало воплощением всего того, что я, будучи еще достаточно пиздюком, видел на видосиках, как люди ехали на Дакаре. Как вообще, какая атмосфера там царила. И вот этот мотоцикл, воплощение этой атмосферы, которую я всегда, в принципе, хотел ощутить. И на этом теперь точно будет все.